Всем привет, ребята! С вами Флэш и это обзор Дивблога номер 70. Для тех, кто хочет сразу приступить к обзору Дивблога на практике, будет под этим видео мой комментарий с временем начала видео, потому что все-таки я хочу несколько слов сказать своим подписчикам. Кто не любит слушать, тот сразу нажимает на времечко и сразу переносится на начало обзора Дивблога. Ну а всем тем, кто остался, ребят, всем привет еще раз. Я прилетел с Москвы, приехал от сестры своей, венчание прошло успешно. Но это не говорит о том, что сейчас польются видео от меня как из рога изобилия, нет, потому что у меня до сих пор выпуск еще продолжается, потому что я побыл недельку у сестры, сейчас она ко мне скоро приезжает и побудет тоже дней пять здесь. И вы должны понимать, что опять же некогда мне будет пока снимать видео. Ну, естественно, первым делом, когда я прилетел сюда обратно, где я живу, я сразу начал смотреть, что же там изменили в нашем любимом расте. Посмотрел я парочку обзорщиков, точнее пару переводов этого Дивблога, но, как вы сами знаете, текстом особо сыт не будешь, потому что я был не очень сильно удовлетворен тем, что я увидел. Мне все-таки нравится все щупать на практике, а не просто там кто-то что-то перевел и все. То есть ничего толком не показал, мне этого недостаточно. Поэтому я все-таки собрался с силами и решил все же сделать свой обзор, именно показывать, как мы все это любим на практике, все эти нововведения. И опять же, после этого Дивблога особо видео не ждите, потому что, еще раз повторюсь, до начала августа я снимать пока, ну, нет у меня физической возможности, все-таки в отпуске есть отпуск. Надеюсь, вы тоже не сидите дома и не играете в раст, а тоже где-то отдыхаете на море. Если вы чуть помладше, то где-нибудь в каких-нибудь детских лагерях там, или у бабушки в деревне, потому что лето есть лето. Меня, допустим, жаба душит, когда на улице такая погода шикарная, сидеть и играть в комп. Я уже сам, если честно, конечно, в комп тоже охота играть, но я уже сам жду таких, знаете, осенних вечеров, слякать, дождь, холодно, никуда на улице у него охота. Вот та самая золотая пора, мне кажется, именно для компьютерных игр, для вот такого рода развлечений. А сейчас, когда лето, хочется и моря, и речки, там у кого что. То есть только лишь бы позагорать, побегать где-то. В общем, так. Так, также обнаружил, что у меня уже под 150 сообщений накопилось и в Ютубе, и в ВКонтакте, поэтому, ребят, пока не знаю, когда я приступлю к разбору почты, потому что реально сообщений что-то много, блин, я думал, вы все-таки поймете, и не будете особо много писать, потому что я сказал же, что не буду много видео снимать. Но, тем не менее, отвечать придется перед вами, так сказать. Но, когда приступлю, пока точно не знаю. Но, по возможности, постараюсь ответить всем и каждому. Так, ну что ж, поехали. Все, собственно, самое вкусненькое обзорчик. Все, пора уже, пора начинать. Итак, PAMJAC, это у нас добыча к нефти. Нам добавили добыча к нефти. Это то же самое, что, ну, точнее, подобное, как наш карьер. Сейчас мы его смотрим, где он у нас, PAMJAC. Так, где он у нас может находиться? У нас он, скорее всего, будет находиться печка. Печка, о, вот, небольшая нефтеперерабатывающая, это понятно. Он должен быть где-то, вот, construction, скорее всего, вот он, да. Станок-качалка, как-то перевели его, интересно. Blueprint заказываем, всю фигню. И, собственно, сейчас закажем сразу вот эту штуку. Потому что это все вместе должно работать. И смотрим. Про это тоже сейчас все расскажу. Потому что все это тоже интересно. Где у нас? Вот он. Станок-качалка. Используется для добычи полезных ископаемых. Используйте геологический заряд, чтобы разведать ресурсы, доступные для добычи. Вот такая вот штука. Сейчас посмотрим мы на грандиозность сооружения. Реально, он просто громадина какая. Опять же, нужно... Так, а почему я сейчас... В общем, ребята, какой-то косяк. Сейчас уже, наверное, минут 10 пытался установить вот эту... Нефтяную вышку. Короче, нифига она не устанавливается. Вообще не понимаю, как ее устанавливать. И дело в том, что вот я заказал карьер, да, буровая установка. Она тоже самая. Вообще нигде не устанавливается. Я уже думал, под нее и фундамент надо изготавливать. Изготовил вот такой фундамент, чтобы полностью покрывало то место, куда оно устанавливается. Вот видите, полностью охватывает, так сказать. Или не полностью. Сейчас еще по краям попробую достроить. В общем, по краям достроил, и здесь все достроил. Ничего никуда не устанавливается. Вообще вот красное горит, и все, вот хоть и треснет. И это касается только карьера и только нефтяной вышки. Видите, вообще ни на какую тип поверхность не ставится, на фундамент не ставится, нигде ничего не ставится. Вообще какая-то фигня. То ли это баг, то ли что, непонятно. В общем, установить так у меня не получилось. Причем и на разные типы поверхности ставил. Вот, допустим, лесная, да, зона. То есть вообще нигде не ставится. Просто вот проваливается, и все. Блин, ты хотел ее посмотреть, что она там добывает. Это нефтевышка. Но ее можно вот так вот в эскизе только примерно посмотреть. Этот мы знаем, карьер. А тут, в принципе, вот как-то... Вот так вот, наверное, да? Ну, что-то крутится. Ну, короче, не знаю, ее вообще добавили или нет. Ну и карьер, с другой стороны, почему не ставится. В общем, какая-то фигня. Не знаю, кто знает, напишите, что это действительно такой баг, что она нигде сейчас не ставится. Но я так и не смог сюда нигде поставить. Ну, ладно, несмотря на это, давайте посмотрим ее стоимость. Вот она. Становка качалка, 10 тысяч дерева, 1750 металла. Как, у нас уже сейчас появился low-grade fuel. Ой, fuel, говорю, это low-quality metal и high-quality metal. Но я так понял, что это еще low-quality metal. Все ткани. В принципе, такая же самая цена, что и у буровой установки. Это что касается нефтевышки. Теперь небольшая нефтеперерабатывающая станция. Вот небольшой завод, который может производить топливо низкого класса из сырой нефти. Стоимость 200 древесины, 500 металлофрагментов, 250 топлива. Она стоит по-божески, божеская цена такая. Я уже одну поставил, просто вот так вот она выглядит. Вот это ставится. Вот видите, она как бы прикрепляется к поверхности и проблем нет. А вот это вот, блин, нефтекачалка, это нефтевышка. И вот карьер почему-то не ставится. С этим проблем нет. Опять же, ставить только ее на улице. В доме, видите, нельзя поставить. Так же, как и печь второго тира. Вот он, собственно, ставим. Выглядит вот такой вот бачок, да, начать перегонку. Там снизу, типа, вот я так понял, это угли, да, она там варится. И из нее получается топливо низкого качества. Нужно дерево для работы. И, собственно, запихнуть нефть. Но мы, мне кажется, нефть сможем добыть вот отсюда. Коль мы уже не можем поставить ничего. Вот сырая нефть. Допустим, 1000К мы возьмем. Но рецепт у нее вряд ли будет. Вот так вот она выглядит. Это будет добываться из нефтевышки с раем нефть. Требуется перегонка для дальнейшего использования. Загружаем сюда ее. Поскольку она будет стакаться, по 500. Сюда загрузили. Зажгли. Вот так это все горит. Вот так это все шумит. Колонки выключил просто. Щелкнул. Так, выключить. В принципе, на Е быстрое выключение, включение. Зажимаем на Е. То же самое выключить, открыть. Вот пошел перегоночка. Причем из двух нефти, то есть один к пяти идет. С одной сырой нефти выгоняется пять топлива низкого качества. В принципе, более-менее неплохо. Дерево уходит прилично. Так это все работает. Пускай гонится. Блин, жалко. Нельзя вот посмотреть, как добывается нефть сырая именно. Блин, мне это все нравится. Реально. Это усложняет немножко игру. В плане того, что он увеличивает степень развития. Можно все дальше-дальше развиваться. Уже какую-то нефть гнать там в будущем машине. Машины, по-моему, это очень круто. Так, идем дальше. Так, следующее изменение. Очень-очень интересное изменение. И мне кажется, это пойдет только на пользу. Потому что, опять же, это усложняет процесс развития в игре. Какие изменения? Теперь большинство оружия будет требовать high-quality metal. То есть, высококачественного металла. Потом, ну, супер армор и две, точнее, тир тоже будет требовать high-quality metal. То есть, не так-то просто будет теперь поставить дверь. Сейчас мы это все проверим. Потом металлическая маска и наш броник тоже будут требовать high-quality metal. Собственно, возникает вопрос, а где взять этот high-quality metal, высококачественный металл? А вот тут написано, что он переплавляется из высокого качества металлической руды, которую вы можете получить только из карьера. То есть, не только из карьеры, а в больших количествах из карьеры. Сейчас я попробую добыть простую руду и будет ли добываться там high-quality вот эта руда. И это реально конкретно просто усложняет процесс. Потому что сейчас-то не так-то просто будет этот high-quality. А у нас, как вы знаем... Так, давайте по порядку пойдем. Да, я что-то вперед уже загнался. Так, сейчас мы посмотрим, какие оружия у нас теперь стали требовать high-quality metal. Итак, смотрим. Ракетница. 60 металлов высокого качества. Самодельный дробовик. Просто металл. Уже хорошо. Самодельный пистолет высокого качества. Штурм... Ну, калаш высокого качества. Автомат Томсона высокого качества. Так, так, так. Ну, болт, естественно, высокого качества. Помповый дробовик высокого качества. И пистолет по 250. То же самое высокого качества. Так, так. Вниз. самодельный простой металл револьвер простой металл это хорошо это простой это простой древесина все это к самое основное то есть видите теперь вот это high-end оружие так сказать она будет требовать уже не простых таких затрат ресурсных очень серьезных по моему это очень очень сильно как бы вообще геймплей поменяет особенно в начале игры когда через там полчаса уже люди бегают после вайпа люди бегают с калашами сейчас это не так то просто будет максимум с чем они смогут бегать это с каким-нибудь самодельным дробовиком то есть это вообще по моему круто то есть игра после вайпа она будет вообще какой-то сейчас особенно и особенно классный мне так кажется так следующее постройки теперь что она они требуют дерево также осталось камня 300 камня также осталось просто металл 150 обычного металла и вот лучше добронировано 50 металла высокого качества раньше было 500 просто металл фрагментов по камню дерево также осталось от 50 металла высокого качества вот просто еще не знаю насколько сложно добывать сейчас мы это все проверим но действительно теперь вот этот максимальный тир требует именно этого металла и собственно фундамент тоже 50 металл высокого качества и мне больше всего еще интересует дверь потому что вроде как стены еще как худо-бедно сделать из допустим камня а вот дверь желательно всегда ставить металлическую вот мне интересно сколько она будет стоить это текущий уровень просто железная 30 металл фрагментов и бронировано 10 металлов высокого качества 80 камня 60 древесины то есть уже не так то просто сразу замутить вот такую дверь нужно где-то будет достать хотя бы металла так следующее это у нас одежда металлический нагрудник теперь у нас здесь металл высокого качества требует 50 тканей и маска где наша масочка масочка тоже вес нет 8 металла высокого качества ну-ка кофейный интересно а при этом ведро требует по старинке 40 металл фрагментов обычных и кофейная маска тоже просто 60 металл фрагментов а я почему-то думал что они как бы равные вот эти три маски по защите просто это как бы лицо защищает шлем наоборот затылок бока ведро точнее и маска тоже перед там и сверху оказывается нет то есть маска все таки видите она более круче стала так и конечно же теперь самый главный вопрос где достать эту высококачественную руду сейчас я попытаюсь добыть ее с обычных вот с наших руд обычных сейчас я побью вот эти две руды посмотрим сколько мне вылетит высококачественной руды так добыл я две железных руды обычных и что мы с не имеем почти 1000 обычной руды но грубо говоря металла 50 серы и тысячу камня на 1006 я слотик еще освободил и всего лишь вы представляете насколько теперь ценный ресурс всего лишь 4 металлической руды высокого качества то есть с каждой руды выпадают всего две руды металлического высокого качества точнее это просто копейшин просто копейшин вы представляете насколько ценность вообще всего возросла сейчас мы попробуем это все переплавить и посмотреть что из этого выйдет и собственно переправлять мы будем в печке 2 тира вот сразу идет следующий пункт наконец-то нам ее добавили по что разорвав заколебала 957 печи который все работает вот они добавили на вот такую печку громадную сезона сразу и изучаем добавляем и смотрим что она себя представляет вот такая вот печка большая печь большая печь принципе никакого писания особого нет сильного где-то она у нас будет получается здесь 500 камня в отличие от простой где просто 200 камня то есть более чем два раза 600 дерева 200 дерева более чем в три раза точнее три раза 150 топлива низко качество по топливу так полтора раза и собственно мы ее ставим вот так также она нормально все прикрепляется ставится на только снаружи опять же вот на фундаменте и в доме где-то замутить не получится то есть опять же теперь переплавка будет опасно опасно потому что нужно будет оборонять эту печку вот так вот она выглядит по моему дизайн просто бомба ведь и металлические такие свесы от дождя там все уголек все дела сейчас посмотрим как она горит прям кирпичная укладка такая даже металл прослеживается где-то по моему выглядит она просто бомба не зря мэган трудилась над ней сейчас посмотрим что там сверху но тут даже внутрь можно залететь но отсюда дым выходит да вот оп и труба такая по моему круто так как в трубу и интересно могу встать до на печку можно запрыгнуть она имеет ли даже вот на эти свесы можно запрыгивать то есть она полностью вот 3d модель настоящий собственно заглядываем внутрь что она сразу со 100 дерева появляется это понятно если просто же зажигаем и начинает гореть все зажимаем и загружаем нашу руду попробуем ее вот так вот загрузить чтобы максимально выгодно переплавить и зажигаем горит очень прилично жалко дыма правда нет сильного дыма еще на на не проработали но горит круто огонь как-то тут вообще особенно классно сделан не знаю и собственно смотрим уголь уже попер металл еще нет посмотрим сколько нам металла выплавится ну по идее 4 4 должно появиться да вот 4 металла так останавливаем печку открываем 4 металла металл высокого качества металл высокого качества подходит для брони оружия и строительства естественно он стакается то есть один к одному идет выплавка ничего особенного не теперь посмотрим на что нам печка вообще можно ли сплавить допустим вот так вот так сейчас так и собственно как мы всегда любим плавить по максимальному даже без угля вот и разложил обычный металл поставил один слотик под металл чтоб он стакался и сейчас мы посмотрим насколько быстро будет плавиться зажигаем естественно и смотрим наблюдаем то есть реально теперь она очень много будет плавить уголь начал где-то выпадать сейчас мы это посмотрим бах 17 металла представляете за один раз так как где уголь выпадает вот он да они там металл фрагмента а это я выкинул вот он уголь он же уголь а он куда-то внутрь смотрите падает его даже не видно погасить печи и даже на него навестись как-то не получается это я выкинул этот металл фрагмента лишний не он его видно куда он выпадает но при этом а тут можно даже запрыгнуть не осмотрите там с разбега офигеть урона она не наносит но уголь кстати подобрать что-то не получается он куда-то падает а куда непонятно но плавится просто крайне быстро представляете 80 уже наплавила за несколько там даже минуту не прошло уже то есть для клановых каких-то вот ребят которые толпой эта печка просто маст хэв потому что она реально быстро очень плавит и такое ощущение что она намного быстрее плавит чем обычная печка как-то такое ощущение складывается но все работает все четко вообще бомба так следующее добавление это это у нас арбалет это офигенная тема метательное оружие в виде мощного лука укрепленного на деревянной ложке станке что позволяет вести более точную стрельбу принципиально отличаясь от лука по способу прицеливания вот у нас арбалетик цена его что он у нас стоит сейчас посмотрим арбалет 350 дерево 75 металл фрагментов обычных 25 тканей в принципе неплохо я добавил два типа стрел быстрый обычный сейчас посмотрим может опа как быстро он занимается то понимаете он реально очень быстро зажимаем на r и естественно можно и эту стрелу и эту давайте обычную зарядим r зажимаю коп натяжечка вставка и все мы готовы до стрельбе прицеливания очень удобно и очень удобно у меня стоит точечка в центре экрана сейчас чуть позже вам скажу что теперь это уже не будет работать во всяком случае не так эффективно по что разрабы это пофиксили нельзя будет теперь стрелять от бедра точно но тем не менее вот я вижу что прицеливать прицеливается нужно чуть-чуть буквально выше чем стрела по центру но идеально по центру так вот так это выглядит от третьего лица так как что может а вот поворачиваться мы знаем уже как на alt очень круто выглядит вот так вот стрельба произошла третьего лица сейчас мы еще раз перезарядимся теперь можно все отслеживать так ну теперь смотрим простая стрела да давайте пострельным вот так вот летит достаточно быстро я вам скажу стрела обычно оказалось бы стрела но летит при этом достаточно быстро даже вот с такого расстояния в принципе попасть проблем не составит теперь зарядим высокоскоростную стрелу она сейчас вообще должна очень еще быстрее лететь еще точнее собственно целимся пук вообще да можно сказать как пуля но звук опять же сопровождается все таки такое металлическое лязгань я не знаю как это будет слышно с рядом кто если будет пробегать конечно же тише чем выстрел но все равно звук слышен то есть вот стелс получится ли с ним стелс и дело допустим сидишь и нужно хэда прописать в сваншотить и причем разлет тоже не умеется еще стрелится в одно место стрела влево вниз ушла это очень заметно было мне до влево вниз видите как косит уходит влево вниз но арбалетик это конечно темка обязательно с ним побегаем так следующее изменение так уже при много времени хочу успеть все нам по нерфе ли копье копье на шестерочку по что она была очень грозное оружие теперь у него очень маленький ра раз китка хотя в принципе не знаю чего по нерфе ли а скорость скорость вроде он сейчас помедленнее летел конечно же опять же в слот в этот не втыкается тыкается он также а вот фук ну вроде да он помедленнее летит и возможно дамаг ему поменьше и точность хотя он так точно не короче не знаю чему по нерфе ли на что-то по нерфе ли по мне так он также летел хотя я принципе никогда не пользовался вроде летит неплохо так нам добавили еще три оружия ближнего боя это булава это вот такой вот как тесак грубо говоря да и меч двуручный меч и что нам разрабы пишет что у булавы очень сильный тупой удар и такое она колющее повреждение наносит просто ведь у нее шипы потом у тесака вот клевер как он переводится большой нож мясника вообще переводится ну типа к я не знаю вот большой нож мясника у него очень сильный дамаг от ну режущий такой режущий удар слэш вот а у лонгсворда большой радиус потому что я так понял он длинный сейчас мы все посмотрим да вот так он тесак самодельный тесак он также называется как его назвал правильно длинный меч мачете это вообще разные да вещи получается ну давайте тоже вы закажем и меч простой меч длины посмотрим их отличие а вот булава все итак смотрим вот так вот булава иконка мощное двуручное оружие ближнего боя с большим уроном понятно длинный меч мощное двуручное оружие ближнего боя с хорошим радиусом поражения высоким уроном вот простой меч видите просто меч оружие ближнего боя сделано из старого газового ключа крепко понятно это у нас уже давно добавили самодельный тесак вот он мощное двуручное оружие ближнего боя с хорошим радиусом поражения высоким уроном и просто так сказать мачете зверское оружие с хорошей дальностью применения отлично теперь смотрим цену цену всего этого добра длинный меч 30 ткани 200 металла офигеть 200 металл этот меч стоит потом самодельный тесак 30 ткани 175 металла поменьше ну меч простой 100 металла булава 120 металла еще меньше 200 дерева мачете но это старый еще 75 металла все тут не сильно много так и так смотрим так и так мачете да мы уже его тестировали и вот самодельный тесак о по двумя руками он взял он до мачета держит одной рукой а тесак двумя руками и вот так с большим очень размахом долгим и колючий удар и рубящий удар то есть у него и размахивается вот видите как вот я нажал и он очень долго размахивается а мочевой а тесак он быстро бьет работ видно быстро бьет сейчас посмотрим сколько дерево добывается раз но тест надо что из 3 по 15 дерева а вот этот ну очень долгий размах по 5 дерева размах крайне долгий но скорее всего урон он компенсирует потом простой меч тоже удар достаточно быстрый по 5 дерева и длинный меч вот такой вот длинный меч очень интересная ручка такая тоже очень долгий взмах замах идет тоже колючий и рубящий удар на замах крайне долгий и причем радиус смотрите насколько радиус отличается вот сейчас я на грани встану еще достаю вот все участие видите простым мечом не достаю ставлю двуручный и все равно попадаю вот начинают ходить но уже вот нет то есть да действительно побольше немножко радиус но при этом размах крайне надо все дамаг этот проверять и собственно булава вот так вот она выглядит очень прикольная тоже взмах очень долгий звук другой звук удара другой но радиус действительно у него хороший то есть попадать и будет очень вблизи конечно вот это оружие очень прикольная будет да вот эти тяжелые конечно вооружение писаки таки если раз попадешь что наверно столько сносит вообще жесть офигенно и собственно третьего лица мы сейчас посмотрим как по размеру отличается вот обычный тесак да а вот к самодельный тесак вот насколько больше он чем обычный тесак этот одно рукой держит такой вот ударчики а вот самодельный тесак двумя руками и такой жесткий размах так потом идет у нас простой меч одноручный да и двуручный бабах такая темка фух рубит просто и собственно булава еще тоже громадная тема офигенский так следующее изменение это у нас опять же борется с хакерами которые лутают через стены теперь это пофиксили вот я сделал сервер сайт проверку чек проверку сервер сайт и теперь это просто невозможно лутать через стену надеюсь это так и есть и вот а прицеле а точки а той самой блин пресловутой точки которые постоянно меня спрашивали как ты ставишь там прицел используя стороне и так далее от бедра я точно стреляю все-таки разрабы поняли что это как бы не честно по отношению к другим игрокам действительно так и было я просто ждал когда это пофиксил но при этом никому не скрывал что 10 меня эта точка есть чтобы все пользовались чтобы быстрее это убрали и наконец-то это убрали вот на разрабы пишут что некоторые умные игроки все-таки это реализовывали в общем ставили прицел себе в центр экрана вот центр вашего скрин экрана и стреляли просто от бедра и при этом такая же точность была и не надо было не прицеливаться не время тратить на прицеливание теперь это пофиксили теперь вы когда стреляете от бедра без прицеливания у вас будет разлет очень приличный то есть он не будет оружие настолько точно стрелять как при прицеливании сейчас я это хочу проверить действительно ли это так и собственно вот у меня сейчас опять же прицел стоит центре экрана обычная . прилеплена сейчас я стреляю от бедра простым калашом так разрывные так вот сейчас меня простые патроны чтобы четко отслеживать куда попадает пуля и я стреляю теперь хотя ребят такой не есть разлет все же не настолько точно не летят но не не критичный то есть все же конечно же теперь от бедра менее выгодно стрелять чем от такого прицела естественно при таком прицеливании намного точнее летит патроны но при этом ребят не скажу прям что критично прям все равно я могу попалять с помощью . я честно говоря ожидал большего что все таки прям сильный разлет сделать но при этом я вижу что я достаточно точно стреляют ощущение что даже так же как и раньше в принципе по прицелу но до присутствует небольшой разлет не настолько критичны поэтому принципе рано и радовался все равно можно стрелять опять же при помощи этого прицела и особо и не париться поэтому ладно ну все-таки обратили на это внимание может еще сильнее разброс сделать но пока мне кажется стрелять возможно я как стрелял от бедра так и буду стрелять так следующий из меня быстренько пробегу сильно вчитываться не буду просто все что хотелось просто на практике кое-какие вещи показать а так сильно перевод неохота было делать опять же фрилук то есть взгляд да вот на альт раньше помните вниз нельзя было опускаться теперь они уже дорабатывают зажимаю аль теперь можно и вниз уже посмотрите вверх все полноценно но опять же не сильно назад прям что естественно шея не можешь же у нас прям ровно назад повернуться вот ограничения есть некоторые но вверх вниз уже свободно можно работать над фрилуком потом тут доработает чтоб руки было четко все видно очень прикольно так следующая синхронизация звука окружения чтобы все люди слышали одно и то же если что-то вокруг происходит они разные что раньше было по-другому немножко отбалансировали погоду теперь дождя будет немножко меньше если честно я за потому что дождь немножко напрягал ну именно чистотой своего появления так пускай он будет но немножко пореже потом появление лута как-то пофиксили там помните бочки иногда появлялись на половину земле закопанные в общем тоже это все убрали так все нормально также легкие изменения все там фикси-фикси диего над графой работает алекс над звуком там теперь шаги по траве более вроде как лучше сейчас проверим вот и на траве ну вроде да почетче поинтереснее стало пускай занимаются также галли работает над exterior wall и приводится как внешние стены таком типа забора что ли будет на опять же никакой инфы особо сильно нет работает как появится так появится теперь вот это изменение это очень очень крутое изменение точнее такое знаете как апдейт нашего менюшки этого наконец-то показывает что броня на что влияет это офигенно теперь не надо эти безумные тесты вечный чё сколько там чё сколько защищает ну по что реально это напрягало и постоянно это все менялось собственно честно будем то проверять так как всем админом дают женское тело так что извиняйте ребят у меня женщина но не сильно она так похожа на женщина вот когда у нас нет никакой одежды естественно нас никакой защиты и нет начнем с самого мало давайте с шортиков и наденем шортики у нас сразу появляется от радиации 4 от снега но от от холода 5 вот это вот непонятно мне что это от получается от ли от режущего до оружия от ближнего 3 защита это метательная так понял оружие да возможно сюрикен это может возможно лук арбалет 4 защита от огнестрельного 4 защита от укусов вот этот интересная тема это по все животные так понимаю 9 защита вот этот непонятно вот это понятное дело взрыв это молния чё-то электричество что ли это огонь до огонь вроде или они вот огонь а это как падение что ли так но теперь блин вот очень интересно наблюдать за вот этими вот и четко будет видно что от чего защищает отдавать от металлическую нашу да а это камень да это подождите на камень же похоже но возможно камень типа булавы ему что дар или чё это непонятно в общем то знает напишите вот это огнестрела до 14 сразу от укусов то есть четенько защищает так на ноги наша защита опять же радиация так вот от ожогов от этого ничего от взрывов вот этот взрыв шестерочка да и можно ее усилить сразу 12 взрыв да да вот это по-моему офигительно и давайте еще вот это вот броню щас проверим это такая так себе бронежка ребят даже на самом деле еще много очень одежды добавили вот такие вот шапки и синяя шапка их не видел вот такие вот черная толстовка с капюшоном не видел просто кому интересно тут просмотрите вот зеленые толстовки реально постоянно одежду добавляет но опять же это понятно для чего сделано для этого пресловутого steam магазина который там покупать продаю одежду естественно же не охота и рассматривать то что это блин ну где-то игра не для того чтобы рассматривать одежду там сидеть поэтому куда на паузу поставьте все рассмотрите так меня больше интересует вот маска чем отличается от кофейной до защита взрыв 10 там ох и приличную допустим смотрите маска да и броник уже какую защиту дают приличную так ну давайте посмотрим от кофейной для она отличается чем-нибудь да действительно отличается поэтому она дороже стоит она еще помимо это от радиации от холода защищает хотя по идее на наоборот морозит что металл от взрыва кстати меньше урон ой защита смотрите у кофейной 13 защита а у этой 10 но это и меньше вот эти параметры от пулевых это 19 почти в два раза дано пуль защищает то есть принципе теперь есть чем выбрать так и всегда меня интересовал вопрос ботинок вот эти ботинки отличаются вот от этих отличаются ли 3 3 3 3 3 4 5 4 так и эти собственно делаем да эти 5 5 5 5 6 то есть эти ботинки все-таки покруче и от холода аж 10 защищает нормально так и перчатки нам что даю тоже должен отдавать тоже прилично нормально и пуховик пуховик я так быстренько пробегусь избрачно 40 аж от этого от радиации 20 и 40 от холода очень прилично достойно и от у кузов нормально не буду все прям проверять что не занимать деф-блок и сейчас постараюсь одеть полную экипировку посмотреть сколько будет защита да кстати шапку еще тоже не видел так вот шапка смотрится немножко необычно хотя на ничего не дает это поход декоративный просто никаких ой никаких параметров видите не прибавляет и сейчас посмотрим какую можно взять более-менее нормальную защиту и миду как мы стандартно одеваемся это у нас ботиночки идут штаны такая вот куртка стандартно красная потом кстати они одинаково да это просто да по цвету различается пусковой черный потом собственно металл на голову и перчатки да такая более-менее стандартные и того мы имеем в половину меньше урон получаем от огнестрельного оружия в половине уже от укусов от арбалетов ну от этих поменьше взрыв 10 но от огня не защищает от молнии точнее вот огонь это падение на вот такое ощущение что человечек падает или от воды от промокности непонятно в общем кто знает напишите опять же принципе неплохо от от радиации и от холода вот такая вот стандартная защита по моему достойно теперь просто все наглядно хоть видно реально это просто респект разрабам я еще сам полазил все протещу ну с тем инвентаре идем дальше добавили опять 25 новых одежд вообще полная фигня у меня вот смотрите из того что у меня имеется у меня только вот я даже не играл вообще то мне какие-то штаны что это добавили вообще понятия не имею чем работают они пытаются продвигать понятно продавать там что-то деньги деньги все на деньги замешаны даже читать неохота но кому нравится тому то пускай занимается так также будут разрабатывать дальше женскую модель просто поняли что она не совсем удовлетворительно может быть грудь все-таки добавить по моему потому что многие ребята просили что где грудь и грудь возможно добавит арбалет понятно уже в игре это все показали также уже разные глаза у нас видите цвет глаз меняется зеленый какой-то такой карий то есть будет много еще цвет глаз то что то о чем я говорю когда вы вертите отдельно головой вверх вниз вот видите то есть будет уже более-менее заметно что человек непосредственно куда с море то есть уже немножко голова отдельно туловище поворачивается немного но все же тулочи поворот есть по моему это круто так печку мы обозрели уже вот такие кратеры будут появляться после того как вы будете проверять почву на наличие минералов но я побросал но я побросал эти вот эти штуки но что-то кратеры пока еще не остаются походу еще не ввели они его отстаются реально ввели даже он такой имеет видите выпуклость я прям подымаюсь на него то есть это не просто плос такая какая-то текстурка она действительно вот объемная можно подняться на него да вот очень а я а он возможно появляется только когда выбивается какой-то минерал тогда появляется кратер по что я пару раз бросил эту фигню но при этом не вылетели вот эти ресурсы и вот видите когда ресурсы не вылетают то есть никаких кратеров не остается а когда ресурсы вылетают вот тогда кратер остается да так оно и работает скорее всего не было ресов не было не было вот один раз только вылетели ну одного раза достаточно вот выбило и выбило то есть все таки действительно кратеры добавили так все эти анимации я вам показывать не буду потому что уже показывал как бьет кто бежит там все эти булава все понятно вот интересная анимация подъема человека то есть как мы помним раньше когда вы поднимаете человека там он вообще когда вы так ехал непонятно подымался сейчас прям такая реальная анимация действительно облокачивается на руку встает такой пошатывается да после смерти можешь сказать на грани смерти была жизнь интересно так ну ребят ну и я тоже сам не дождусь этого виден нововведения не дождусь это тачки вот уже три вида тачку нас добавили опять же из-за модульности до строения такая полутранспортная тачка это чисто боевая этого полностью транспортная тачка для перевозки топлива и чего-нибудь жидких или может быть твердых грузов по моему выглядит концепты просто бомба именно старости листике все-таки в ростовской все такое убитое немножко старая пошарпанная не понять не пойми чего собранная но по-моему это офигенно мигалки смотрите да полиция своего рода сирена единственное на что надеюсь что будет более-менее приемлемая физика этих машин просто я очень ценю физику именно в таких играх делают тачки есть физику столкновения поведения машины чтобы она действительно не было какой-то мультяшный пол такой вообще непонятно какой что будет именно теряться атмосферность потому что все-таки физику хочется и падение переваливания чтобы она так ехала и амортизаторы играли ну то есть красивенько было надеюсь так она и будет но тачки мне кажется никак не испортят игру они только только ее улучшат потому что действительно это будет как бы очередная веха развития в расе то есть когда уже всего добился естественно захочется уже тачку по моему это офигенно самолеты не знаю еще вертолеты как будут ли но мне кажется вертолет это вообще что-то анреальное будет вот реально я так что-то думал да вертолет сел полетел кому-нибудь на дом сел вообще 6 ну посмотрим так но это на процедурных картах уже там разрушенный мост добавляют вот такие видите колонны разрушены мост такой ну посмотрим ну и собственно и все ребят да у такой вот очень интересный обзор получился точнее деблог получился действительно много всего нового подобавляли пришлось мне все-таки сделать на него обзор потому что игры текстом стать не будешь хочется все пощупать потрогать жалко так и не получилось поставить вот эту нефтевышку так она не походу бак какой-то не знаю почему но тем не менее еще раз повторюсь опять же до августа играть не буду пошли сестра приезжает надо опять дальше отдыхать где-то там в первых числах августа возможно уже сяду поиграю пока как-то так только деблогами так сказать все-таки деблоги охота по выпускать по что реально интересно следить за изменениями любимой игры поэтому все ребят постарайтесь сильно много не писать по что нет времени особо отвечать подписывайтесь ставьте лайки кто впервые зашел с вами был flash увидимся